Если вы окажетесь в неправильном окружении, с вами могут произойти негативные вещи. Всегда оказываться в правильном месте — это талант. Не думайте, что это просто удача. Принадлежность к Санге. Принадлежность к Санге или нахождение в правильной компании всегда была очень важной частью духовного роста. Потому что такие люди, которые будут придерживаться духовного пути, вне зависимости от того, где они находятся, встречаются редко. Это лишь небольшой процент. Остальные нуждаются в поддержке. Если они окажутся в неправильной компании, вероятность того, что они будут поступать правильно, очень мала. К сожалению, такова реальность. Это не обязательно что-то плохое. просто они открыты воздействием из вне. Это ответственность общества создавать благоприятную атмосферу, в которой каждый человек сможет стремиться к прекрасному для себя и для всех вокруг. Но не всегда, а точнее, очень редко общество воплощает эту ответственность в правильном смысле. в правильном смысле. Потому что общество не позволяет общество может проходить через метаморфозы. оно развивается в соответствующем направлении, в зависимости от воздействия. даже и не знаю, как-то не хочется в это верить. Но мне сказали, что более 80% контента в интернете — это порнография. Я все еще отказываюсь верить, что такое возможно. Но знающие люди говорят мне, «Садгуру, так оно и есть». Это больной мир. 80% говорит о том, что этот мир болен. Он явно нездоров. Поэтому важно находиться под правильным воздействием, которое способствует вашему продвижению к абсолютной истине, которое наделяет вас необходимой смелостью и силой идти по выбранному пути, сохраняя свою целостность. Потому что со слабым чувством целостности человек никогда не сможет стать духовным. вы должны понять, чтобы с вами произошли негативные вещи, не обязательно, чтобы они были нацелены именно на вас. они могут поразить вас, даже если вы просто окажетесь не в том окружении. Это напоминает мне один анекдот. Два террориста сидят и собирают почтовые бомбы. Они уже изготовили немало. И вдруг один спрашивает другого, «Как ты думаешь, мы достаточно взрывчатки кладем в конверты?» Другой отвечает, «Почему бы тебя не открыть и не проверить самому?» Первый говорит, «Если я открою, он взорвется?» Тогда другой отвечает, «Тупица, он же не тебе адресован». Вам не обязательно быть адресатом. Вы открываете не ту банку, и она взрывается вам в лицо. Так это происходит в жизни. Так это происходит внутри вас. В вашей голове много подобных ящиков. Откройте не тот, из него вылезут черви. Откройте другой, из него распространится аромат. Замечали такое у себя? Замечали внутри себя такое? Если вы открываете определенную часть своего ума, из нее появляется грязь. Если открываете другую часть ума, выходит аромат. Замечали? Быть достаточно осознанным, находиться в правильном окружении, чтобы не касаться грязи, а открывать аромат внутри себя. Это важная составляющая роста человека. Вам не нужно идти к сточной канаве, чтобы найти грязь. В вашей голове грязи достаточно. Не так ли? Мусора везде достаточно. Здесь, в ашраме, его тоже хватает. Здесь живет много людей. Уверен, здесь достаточно грязи. Но сейчас мы сидим здесь, ощущая приятный ветерок и аромат. Мы не сидим там, где нечистоты. То же самое происходит внутри вас. В пределах географии вашего тела есть как грязь, так и аромат. Вопрос в том, что вы откроете для себя и окружающих. Для этого понадобится некоторый уровень осознанности и определенное окружение. Вот в чем значимость сатсанга — находиться в окружении истины. Это очень важно. Если вы обойдете ашрам, здесь, по крайней мере, 8 или 10 баков с нечистотами. Они называются септиками. Они полны нечистот. Если вы каждый день будете сидеть около них, естественно, вы решите, что центр йоги Иша — самое грязное место на планете. Если вы упадете в септик, Иша-йога станет самым ужасным опытом в вашей жизни. Но вы не должны падать в ту яму. Вы должны упасть вот в эту. однако вы ошиблись с географией, потому что у вас плохая история. Ваша карма — это ваша история. Не так ли? Однажды Шанкаран Пилай решил стать грабителем, потому что ни один из его бизнесов не был успешным, и на работу его никто не брал. Поэтому он решил пойти и кого-нибудь ограбить. Раздобыл себе самодельный пистолет, ночью зашел в круглосуточный магазин, наставил пистолет на продавца и сказал, «Давай сюда деньги или станешь географией». Продавец ответил, «Наверное, вы хотели сказать, что я стану историей, не так ли? Заткнись, не пытайся сменить тему». Нет. Мы говорим не о разных предметах. Есть только один предмет — вы. Но вы можете упасть либо в ту яму, либо в эту, и это станет вашим переживанием жизни. Так что падать в правильное место — это определенный талант. Вы должны дорасти до этого, вы должны для этого созреть, что вы всегда знаете, как оказаться в правильном месте. В каком-то смысле сатсанг означает именно это — единение с истиной, или же вы выстраиваете отношение с истиной. Если вы в окружении истины, внутри себя вы испытываете приятные ощущения. Если внутри вы испытываете приятные ощущения, с вами будут происходить приятные вещи, и вы также будете склонны двигаться в направлении приятных вещей. Если внутри вас неприятные чувства, вы будете привлекать неприятные вещи, и будете двигаться к неприятным вещам. Если вы в ашраме и у вас депрессия, куда вы идете? Только не отправляйтесь плавать в септике, когда у вас плохое настроение. Но обычно тенденция именно такая. Когда вы в плохом настроении, вы будете искать пять таких же людей в плохом настроении. Нет. Когда вы в плохом настроении, вы должны искать пять человек в хорошем настроении. Не так ли? Но нет. Вы так не делаете. Когда вы в плохом настроении, вы будете искать пять других людей в таком же настроении. Не так ли? Это сродни тому, чтобы пойти и окунуться в септик, если у вас депрессия. Это неправильный способ обращаться со своей жизнью. Вот и все. Я не говорю, что вы не должны этого делать. Просто это вам не на пользу. Вот и все. Просто вы стали настолько самодостаточными, что вам больше не нужны враги в жизни. Вот насколько вы самодостаточны. Так что духовный процесс — это другое. Поддерживать физиологическую и психологическую чистоту — это самое основное. В противном случае духовность станет битвой. Она не будет словно аромат джасмина в весеннем ветерке. Нет. Это будет трудная задача. Битва все время будет ощущаться как сражение. Многие люди воспринимают свою жизнь, в особенности духовную жизнь, как сражение, потому что они придерживаются определенной фундаментальной дисциплины в отношении географии своего тела и географии своего психологического пространства. Если не управлять этими двумя аспектами, все станет сплошным сражением. Вы утверждаете, что стали духовными, тогда это тоже станет битвой. Жизнь сможет происходить только так. Так что сатсанг означает подружиться с истиной. Истина — это ваш друг, не ложь. Начните с того уровня истины, который вам известен. Вам не нужно начинать с абсолютной истиной, вы просто не сможете. Начните с того, как вы понимаете истину. Скажем, под истиной вы понимаете говорить правду. Начните с этого. Или, если вы понимаете истину как быть добрыми ко всему вокруг вас, тогда начните с этого. Не имеет значения, с чего вы начнете. Начните с того, как вы понимаете истину. И посмотрите, как каждый день совершать следующий шаг. Субтитры создавал DimaTorzok